А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 938 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Накануне депутат Российской Госдумы Андрей Колесник предложил взорвать ядерную бомбу над территорией России. Для чего? Чтобы все человечество задумалось о последствиях, которые ждет любое государство, над территорией которого взорвется подобная ядерная бомба. Вчера произошла настоящая сенсация. По сообщениям мировых экспертов, израильские спецслужбы научились внедряться в любые гаджеты определенных людей. И потом их взрывать. Нанося увечья и смерть владельцу данного гаджета. В сети появились десятки коротких видео, которые демонстрируют, как это все было. Буквально за несколько часов в Ливане и в Сирии раздались тысячи взрывов. И не у обычных людей, а у представителей движения Хизбалла. Только у них. Начали взрываться специальные пейджеры, которые были защищены и по которым они вели секретные переговоры. На вчерашний вечер от подобных взрывов пейджеров и телефонов увечья получили более трех тысяч человек. Около десяти человек погибло. Но мы продолжаем наслаждаться российским интеллектом, образованием тогда и сейчас. И сегодня новые перлы. Мужчины, если ваша женщина не делает вам чебурашку, то вам не нужна такая женщина. Объясню сейчас, что такое чебурашка. Чебурашка, это когда женщина. Романа написал Чайковский. Я не знаю такого. А Пушкина знаешь? Анатолий Пушкин. Да, Анатолий Пушкин. Я очень люблю Анатолия Пушкина. Мне вот очень его стих нравится. Велосипед, аптека, фонари. Ну, о любви такой стих. Он великий, конечно. Ты знаешь вообще, как Пушкин номер? Под машину, да, попал? Да, да, да. Вот здесь, вот недалеко на Патриках. Да ты что, ты видел? Не, меня в этот день не было. Рассказали просто, друзья. Интеллект российской молодежи просто на высоте. Оу, да! А положение у россиян на фронте в Украине остается катастрофическим. И за последние сутки еще 1130 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 22 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано более 637 тысяч российских захватчиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!